Как считаете, Равшан, стоит ли ожидать каких-то сюрпризов от Байдена, но и в целом готов ли сейчас глобальный Запад, ну а в первую очередь Соединенные Штаты, действительно помочь Украине не просто не проиграть, ну а помочь Украине победить? Я не знаю, конечно, я за свою жизнь ответил на много вопросов разных, но вряд ли на такой вопрос смог бы ответить квалифицированно, потому что, во-первых, на него минуты мало, а во-вторых, вернее, в главных, а в главных я бы сказал, что, ну, я не знаю, что в голове у Байдена. Смотрите, ну мне так кажется, что если бы я был бы Байденом, что, конечно, сложно предсказать, но смотрите, Байден это как бы хромая утка по-любому, да, и любые его решения, они для него ничего не значат, последствия несут, но они несут последствия для его администрации, для его партии, которая рассчитывает выиграть. Я не знаю, конечно, делать политический прогноз вообще не моя стихия, не мое дело, но довольно странно принимать решение за два месяца до выборов, где решаются демократы или республиканцы, и если сейчас демократы сделают довольно серьезный шаг, который так сильно повлияет, просто лес качнет, и непонятно в какую сторону колеблющиеся штаты. Я думаю, что до выборов трудно что-либо ждать, ну, это сложно предсказать, потому что есть недовольные решениями помогать Украине, есть те, которые, ну, как и республиканцы говорят, что нужно заняться своей страной, а не, ну, вы знаете, да, то есть этот нарратив, что не нужно вмешиваться в европейские дела, давайте сейчас со своей страной разберемся. Это главный там нарратив Трампа, что он знает, как быстро помирить, во что я, конечно, не верю. Поэтому я думаю, что вряд ли, вряд ли от Байдена за эти оставшиеся, ну, сколько там, два месяца до выборов стоит ждать чего-либо, ему досидеть срок, а потом пусть Камала разбирается, если она выиграет. Да, то есть пусть она разбирается. Поэтому говорить можно долго, а давать надо было с самого начала и небо закрывать, и давать самолеты, и танки, и разрешение, потому что довольно странно дать ракеты, но не разрешать бить врагу. Довольно странная история. Поэтому мне кажется, что до выборов вряд ли что-то может произойти. Конечно. Я не знаю, что изменилось так кардинально за три года. Почему вдруг, если они изначально говорили, что хотят победы, Украина, что сейчас? Я, может, не особо слежу за повесткой, но я что-то не заметил. Да, они боятся, да, как всегда трусливо смотрят, оглядываются на эти непонятные красные линии, да, почему-то ждут, думают, что Россия предпримет какие-то страшные шаги. Но на самом деле я не думаю, что она способна на это. И я вообще не верю в возможность применения ядерного оружия человеком, который боится вируса и садится за полтора метра от своих собеседников, что он может отдать приказ о начале ядерной войны, в которой почти все. Все. Поэтому я думаю, что чего бояться, да, что изменилось? Я так и не представляю, что изменилось в позиции Соединенных Штатов. Другое дело, что в Америке есть общественное мнение, которого нет в России, да. И поэтому Россия может себе позволить вести войну до последнего русского, до последнего россиянина. А Америка, с ее общественным мнением, она вынуждена оглядываться на общество. В Америке много центров принятия решений, в отличие от России, в которой ровно один центр принятия решений во всем. От сливного бачка в доме какого-то, не знаю, питерского забулдыги до принятия решения о начале войны, да. То есть в Америке много таких центров решений, поэтому эти центры решений заставляли американцев уходить из Вьетнама, бросать в Вьетнам, заставляли американцев подписывать перемирие в Корее, заставляли американцев уходить из Афганистана, хотя изначально, конечно, были совсем другие цели. Поэтому, да, Америка с этими долгими войнами, конечно, она сытая довольно американского общества, она может заставить и приостановить все. Конечно, ребята, это не наше дело, мы и так потратили очень много, давайте займемся нашим домом. При этом, конечно, я говорю, да, если в начале войны я был уверен, что Америка не остановится и Запад пройдет до конца, то сейчас, да, есть примеры исторические, когда и Корея, и Афганистан, и Вьетнам, они говорят о том, что, да, бросали союзников, уходили, было и такое. Поэтому, если, я думаю, скорее, вот это общественное мнение, на чьей стороне оно будет, и я думаю, поэтому я думаю, что до выборов делать резких движений администрация не будет. Можно говорить, можно, видите, приезжали же Блинкен и министр обороны Британии, приезжали в Киев, вроде да, да, договорятся, но в итоге тоже разрешение не дали. Слишком, это слишком сильный ход, и его не делают, я думаю, знаете, как вспоминается фильм «Иван Васильевич, мне эту офисику». Такие вопросы, дорогой посол, скандачка, они решаются. Вот, поэтому давайте, давайте уже после праздника, давайте уже после выборов. Поэтому я думаю, что чего-то, каких-то радикальных сильных шагов нужно ждать после выборов, а не до. Ну, и по мне так. Ну, опять же, давайте, да, я как бы отвечал на вопросы, если сову давали мне совсем за другие ответы, ну, сейчас я как бы не рискну руку дать на отсечение за такое развитие событий. Все равно нашим зрителям очень ваш анализ интересен, и вот на самом деле, ну, красные линии, которые Путин рисовал, пересекали союзники Украины уже не раз. Ну, мы помним, что все начиналось и с реактивной системы залпового огня, и с противотанкового оружия, и самолеты, и, значит, противовоздушная оборона, те же Патриоты. Все это казалось в какой-то момент, ну, чем-то нереальным. После этого, в итоге, только единственное, что Украина очень часто платила за это кадрами с кричащими детьми под завалами и убитыми собственными гражданами, ну, вот, и то есть все равно это происходило, да, и, ну, мое личное убеждение, что и удары по территории России, ну, западным вооружением мы все равно рано или поздно увидим. Другое дело, что эти темпы, они тратят и деньги, и ресурсы тех же штатов, и Украина теряет при этом своих людей. Не зря вот республиканцы, когда еще голосовался лишь пакет помощи в 60 миллиардов, они требовали тогда от администрации Байдена показать стратегию помощи Украины, мол, ну, вот вы тратите деньги, вы помогаете, ну, вот, как вы видите, чем это должно закончиться, в чем вот заключается победа Украины. Вот Зеленский повез свой четкий план, мы до этого видели формулу мира, да, то есть видение, которое Украина продвигает, оно есть, а вот совпадает ли оно с видением Соединенных Штатов, вот, понимаете, в чем вопрос такой более глобальный, мне вот интересно ваше мнение. Слушай, ну, план Украины тоже менялся, где было 10 пунктов, которые потом ужались до двух-трех, это тоже, я сейчас не знаю, но остался ли пункт главный, знаете, единственный, я думаю, главный справедливый пункт, это выход на границы 91-го года. Это единственное главное, о чем надо, любой другой, он будет, я считаю, что это будет поражение в войне, любая другая конфигурация границ Украины будет означать, что Украина проиграла эту войну, потому что остановиться сейчас и начать во второй раз, ну, знаете, взять передышку, перегруппироваться и начать отвоевывать, это очень плохая история. Ну, во-первых, очень тяжело жить с сознанием, что ты проиграл войну, а во-вторых, начать операцию по, начать военные действия по отвоевыванию своих территорий спустя там сколько-то лет, ты будешь находиться в позиции, что ты начал эту войну, то есть если сейчас Украина в любом случае это страна, на которую напали, то после начала войны, после заморозки она будет страной, которая напала и которая начала, развязала войну. И тут сложнее получить одобрение мирового сообщества, оно довольно глупое, это сообщество, оно ничего не видит, даже стою в нос. И тут как бы есть примеры, например, вот очень Азербайджан отвоевывал свои территории с 20-го года, да, и когда в 20-м году началась освободительная война 44-дневная в Азербайджане, все стали вопить, что Азербайджан, ну, всякие такие левые, стали вопить, что Азербайджан напал на Армению, хотя достаточно просто посмотреть на карту и понять, что идет война за освобождение своих собственных, признанных международным тем же самым сообществом, международным правом своих границ. То же самое, что Израиль сейчас защищает, защищается, пытается выжить после террористической атаки, фактически войны, которую мы навязали 7 октября прошлого года, а левые все кричат, что давайте пощадим сектор газа. Поэтому в такой ситуации очень сложно, когда ты в таком общественном мнении живешь, довольно сложно. И мне кажется, план мира должен быть один. Россия убирается с этих территорий, границы 91-го года, выплачивает репарации, но вот это есть единственная победа. Все остальные варианты – это палеотив, и это, по большому счету, поражение Украины. Поэтому я вижу только один план, а его осуществить за один год, я думаю, маловероятно. То есть война для России идет на истощение, они готовы. Понимаете, в чем у тебя проблема в том, что Россия готова вести войну на истощение. Она такая страна, и им все равно, сколько они людей положат. Понимаете, страна, в которой 200 тысяч рублей за мертвого человека – это нормальные деньги. 2 миллиона, 4 миллиона за убитого – это нормальные деньги для его семьи. То есть ценности жизни практически никакой нет. Я себе с трудом представляю какого-то американского салата, готового за 200 тысяч рублей умирать на чужой территории. Поэтому, я не знаю, по мне эта война имеет один исход справедливый, но вряд ли его можно добиться за один год. Тем более с такими союзниками, которые 500 раз оглядываются на врага и думают, что он сделает, что он предпримет. А мне так ничего сделать. Ничего хуже он сделать уже не может. То, что страшное могла сделать Россия, она уже сделала. Ядерное оружие – его не будет, применено не будет. Просто страны, которые находятся по периметру России, они более активны. Потому что они знают, что такое сапог русского солдата. Та же Прибалтика, та же Польша, Чехия. А те, которые далеко от Португалии, Испании, они к этому относятся спокойнее. Вы много сегодня исторических параллелей приводили. Кстати, друзья, спешу вам напомнить, что у Равшана есть исторический YouTube-канал. Ссылку найдете в описании на него. Также самое время лайки поставить этой беседе. Я вначале не просил, чтобы время не тратить. Но сейчас уж время пришло. С барского плеча уж нажмите на палец вверх. Хочется, чтобы большее количество людей увезло нашу сегодняшнюю беседу. Я не хочу, чтобы меня обвинили в каких-то антиамериканских, антиамериканской риторике или антизападной. Но вот тоже слышал не раз тезис о том, что такая медленная помощь, которая приходит Украине, и вот эта по чайной ложке подмога, которая помогает Украине просто не проиграть, но не помогает своей территории освободить и выиграть, она как раз и связана с тем, что, вероятно, война на истощение России, она так или иначе устраивает и союзников Украины, особенно те же Соединенные Штаты. Вот хотелось бы ваше мнение по этому поводу услышать. Ну, наверное, устраивает, потому что так-то... Понимаете, очень много раз Америка... И помните, Обама говорил, мы разорвем экономику России в клочья, мы санкциями добьем, но, во-первых, санкции не очень сильно работают, как мы все видим. Есть и параллельный импорт, есть и просто в обход идут, просто и нарушают санкции, и нефть по-прежнему покупают, и силы есть в Европе, которые тормозят принятие санкций. Вот. Просто на истощение можно довольно долго эту страну истощать, она большая, и люди в ней не сильно привередливы. Привередливы, да, понимаете? Есть два-три крупных города, которые способны повлиять на решение, но они живут сыто, там ничего не поменялось. То есть люди, которые... У меня знакомые, которые живут в Москве, они говорят, да у нас ничего не поменялось, все нормально. Вот ничем не отличается жизнь сейчас от жизни 4 года назад. Все тоже. Если не знать, что идет война, ну, то все нормально. Ну да, аэропорты иногда закрывают, да, там дроны. Но глобально нет серьезных... То есть без ударов, условно, по Питеру и Москве поменять что-то радикально невозможно? Нет, конечно. Есть два города, которые принимают решение. Остальные будут... Есть Лебеду. Слушайте, у них 150 тысяч человек в эвакуации находятся, да, из Курской области. И чего? Не все знают, даже в Москве, где это, не очень далеко, где это, что это, что это за люди. Они не ломанулись. Их расселяют же не в Москве. Вот если бы их привезли всех в Москву, расселять 150 тысяч, и то это капля в море для Москвы. Но их же везут куда? Их везут там с сопредельной территории. Их даже на захваченные украинские территории везут. Их там расселяют, понимаете? То есть не везут в сытые города. Привезли бы туда, там совсем другая история была бы. Поэтому вот очень оберегают с этой мир Москвы, Питера, там других крупных, ну других-то и нет, наоборот. Вот. И пока там все спокойно, все нормально, вполне можно жить. И страна будет одобрять это. Смотрите, я недавно посмотрел случайно, попал на российский сериал. Казалось бы, комедийный сериал. Вот смотрите, да, это четко портрет русского человека рисуют. Комедийный сериал. Вообще в юморе, конечно, люди раскрывают же полностью. Там об истории телохранителей. Четыре телохранителя из Челябинска. Для них 100 тысяч – это большие деньги. Обычные такие боксеры, бывшие боксеры-спортсмены из Челябинска. И вот они узнают, что если, если они работают телохранителями, если работают телохранителями, ты получишь травму тяжелую, то можно получить миллион рублей страховки. И вот они идут на все, во все тяжкие пытаются, устраивают драки, пытаются с себя ногу прострелить для того, чтобы получить этот миллион. Понимаете, если бы не было этой войны, можно было бы просто посмотреть. И тут ты понимаешь, да, это же просто. В комедийном фильме тебе показали лицо современного россиянина. Человека, который готов нанести себе увечья ради суммы в миллион рублей. Что такое миллион рублей сейчас. И ты понимаешь, что да, вот эти люди, а это вот как бы Челябинск. Они живут в Москве и постоянно говорят, что Москва сошла с ума, здесь все безумные, очень богатый город. А у нас в Челябинске там за такие деньги-то вообще можно жить безбедно. А тут люди такое тратят только в магазине, в бутике. И они готовы себе нанести увечья. Здоровые парни, молодые, 25 лет парни, они готовы нанести себе травму. И ты понимаешь, что да, есть в России люди, которые готовы за эти деньги даже убивать и умирать. Не то, что себе травму нанести. Поэтому вот такое... А эти люди, Равшан, извините, ограничены или нет? Ну вот посмотрите, сейчас ограниченное количество, я имею в виду. Но вот сейчас поднимается постоянно, постоянное количество денег поднимается. То есть уже там в Ленинградской области 2 миллиона платят из местного бюджета, плюс 400 тысяч это федеральные выплаты, то что Путин в два раза поднял в начале августа. То есть 2,5 миллиона можно сразу получить за подписание контракта. И эта сумма увеличивается. Раз она увеличивается, соответственно, ну, желающих, по идее, за предыдущие деньги идти уже не так много. То есть она будет увеличивать бесконечности. Вы выгребаете тот слой, который готов был умереть за 200 тысяч, и поднимаете, вызываете интерес у того слоя, который готов умереть уже за 400. Когда кончится за 400, надо будет позвать тех, кто готов умереть за миллион. То есть постоянно поднимаете планку, ну, зовете следующие, как бы, такие страты, да. Вот на этой страте кончились. Все, люди, готовые сдохнуть за 2 миллиона, кончились. Давайте найдем людей, которые готовы сдохнуть за 4 миллиона. Ну, вот как бы так идем. Что пока что деньги-то есть, оказывается, на это, да, в том они говорят, на это деньги у них есть. А все остальное заняться своей страной, у них денег, видимо, всю дорогу не было, и Медведев предлагал держаться. Оказалось, что есть. Вот, да это, и это почему-то людям в голову не приходит. Смотрите, люди, которые могли бы думать, которые могли бы делать выводы, их остается все меньше и меньше. Ну, они либо уезжают, либо они понимают, что они остаются в меньшинстве и затыкаются. А есть люди, которые не могут думать, но им нужно получить денег, и они говорят, вот прекрасный способ получить деньги. И человеческая жизнь всегда не очень дорого стоила, а сейчас она вообще практически... Ну, а теперь люди имеют ценник, понимаете? Каждый человек сейчас имеет ценник. Он просто ходит и говорит, я стою 200 тысяч. И это ужасно, когда государство говорит, плодитесь и размножайтесь, но не потому, что оно хочет, чтобы в стране стало больше людей, и они счастливы жили. Нет, оно хочет, чтобы было больше людей, которых можно забрать и убить. Понимаете, это вот история такая ужасная в том, что они готовы идти... У меня просто недавно ролик был, вот, может, могут посмотреть, зрители, про войну в Парагвае, которая, ну, это знаменитая такая парагвайская война против трех стран – Бразилии, Уругвая и Аргентины, когда за семь лет войны Парагвай, который хотел показать свое величие и прирастить свою территорию, он потерял вообще половину своей территории и 90% населения мужского. То есть, вот, 90% мужчин было уничтожено в стране, вот, в ходе этой войны. И когда стал вопрос о том, что нация должна выжить, разрешили в католическом Парагвае, разрешили многоженство, чтобы, ну, потому что женщин было на порядок больше, чем мужчин. Вот, и воевали там даже дети. Просто идея, вот, когда говорят, классический пример, вот, Гитлер Юген, дети шли, так это все ерунда, то, что было в Германии, по сравнению с тем, что было в Парагвайе в 19 веке. Там шли отряды целой армии детей, которые приклеивали себе бороды, чтобы хотя бы со стороны выглядеть взрослым. И выкашивалось вот так вот. Просто вот детей мальчиков убивали 11-12 лет. Поэтому осталось всего там вот 10% населения мужского в стране. Ну, вот, Россия сейчас, мне кажется, она больше похожа на Парагвай 19 века. Они готовы даже до этого идти. И поэтому у тебя, поэтому правительство говорит, давайте, давайте. Они объявляют какое-то общество, child free, которое не существует. То есть теперь надо не просто осудить людей, которые не хотят рожать детей, но это надо сделать криминальным. Отсутствие детей в семье они криминализуют. Это ужасно. То есть от тебя требуют родить детей, но не потому, что они любят детей, а потому, что они хотят получить в будущем солдата, которого можно через 18-20 лет просто убить.